5 декабря в нашем регионе отмечается как День памяти князя Михаила Тверского. В этот день во властной столице прошли мероприятия, посвященные 705-й годовщине со дня духовного подвига небесного покровителя Тверской области. Главные события состоялись в Спасо-Преображенском соборе и на Соборной площади. Участие в них приняла и наша съемочная группа. Торжественное мероприятие началось с Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Ее возглавил митрополит Тверской-Кашинский Амвросий. Восстановление собора продолжается. При входе в храм установлены кованые ворота. Точная копия исторических, которые были сняты перед разрушением собора в 1935 году. Сейчас они находятся в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева. А недавно в соборе завершился монтаж иконостаса. Самое яркое, наверное, что мы видим, войдя в собор, это величественный иконостас с уже полностью написанными иконами в каноническом стиле, выполненный нашими местными мастерами и мастерами Троицы Сергея Лавры, школы Московской духовной академии. За очень короткий срок это было исполнено, и мы являемся лицезрителями вот этой красоты величественной, которая когда-то некогда была в соборе и, к сожалению, была утрачена. После литургии рядом с собором на площади торжественно открыли и осветили памятник Михаилу Тверскому и святителю Симеону. Я поздравляю всех с этим знаменательным событием и желаю нам новых достижений и побед на благо нашей страны, на благо нашего Верхневожья. И хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто принимал участие и принимает участие в восстановлении нашего собора, восстановление нашей веры, укрепление нашей веры. И мы знаем, что вся сила в нашей России. Скульптурная композиция представляет собой беседу тверского епископа Симеона с молодым князем Михаилом Тверским о построении в Твери первого каменного храма, который возвели в 1285 году. И в этом общении мы видим гармонию и единство духовной и светской власти, которые являются основанием счастья, мудрости нашего народа. В этом мы видим благословение на сегодняшний день. Памятник стал поистине украшением и источником света, тепла и радости для всех тех, кто будет приходить к этому месту. Михаил Тверской, которому на тот момент было 14 лет, одет в княжеские одежды. В руках держит свиток с проектом храма. Освятитель Симеон, сидя на камне, показывает место для будущего храма и благословляет постройку. Автор памятника, скульптор, заслуженный художник РФ Юрий Хмелевской. Масштаб определился тоже, исходя из задумки памятника. Он не должен быть монументом большим. Он должен быть теплым, ближе к народу, чтобы его могли потрогать прихожане, как-то сфотографироваться около него. Это, конечно, привитие любви к истории. Напомним, что 22 декабря 1317 года у села Бартенево войско Михаила Тверского одержало победу над монгольско-татарским войском, защитив Тверскую землю от разграбления. А 5 декабря 1318 года он принял мученическую смерть в Орде. Отдал жизнь, спасая родную землю и тысячи людей от мести ордынцев. Князь Михаил Тверской считается небесным заступником и покровителем Тверской земли.